Девушки отдыхают В 1993 году на московской станции метрополи «Жаевская» президенту России Борису Ельцину, премьеру-министру Черномырдину и мэру Москвы Лужкову был продемонстрирован экспериментальный состав нового типа «Яуза», состоявший из главных вагонов 81-720 и промежуточных 81-721. Этот состав был итогом долгой работы коллектива Мэтищинского машиностроительного завода. Состав был собран в 1990-1991 годах, а проектирование этих вагонов началось еще раньше, в 1987 году. Конструкция вагонов «Яуза» принципиально отличается от предыдущих серий. Кузов выполнен из нержавеющей стали. Использованы современный дизайн и новая тележка. Тяговый привод с двигателем постоянного тока ДК-120 и тиристорно-импульсной системы управления разработан на АЭК «Динамо». Применено опорно-рамное подвешивание тягового двигателя и редуктора. Также повышена и максимальная конструктивная скорость – до 100 км в час. Вместимость новых вагонов по сравнению с предшественниками увеличена на 30-40 человек. В основном это достигается за счет того, что уменьшено число посадочных мест и образованы вместительные торцевые площадки. Впервые в отечественном вагоностроении были сделаны сидения, повторяющие изгиб спины человека. Однако от них в дальнейшем отказались и предпочли устанавливать новые сидения антивандальной конструкции. Вагоны имеют повышенную эксплуатационную надежность и пожаробезопасность. Они оборудованы микропроцессорной системой автоматического управления и технической диагностики, электропневматической системой управления тормозами, системами пожаротушения и пожарной сигнализации, экстренной связи и радиоповещения пассажиров. На случай срочной эвакуации пассажиров предусмотрен аварийный трап. Во внутренней отделке салонов использованы негорючие материалы. В вагонах установлено электронное табло типа «Бегущая строка». Над дверями конструкции предусмотрено размещение электронной схемы маршрутов движения поезда, которая дублирует звуковую информацию. Учитывая печальный опыт проекта вагонов И, на Яузе была установлена новая система автоматического пожаротушения. При пожаре мгновенно образуется в салоне водяное облако, однако по углам висят классические огнетушители. Благодаря конструктивным решениям значительно упрощен и удешевлен ремонт вагонов. Используется система рекуперативного торможения. Вагоны имеют более плавный и менее шумный ход, чем вагоны серии Е. Пассажирский салон оборудован системой люминесцентного освещения и принудительной системой вентиляции с малошумными вентиляторными агрегатами авиационного типа. Это позволило отказаться от форточек и вентиляционных воздуховодов. Кабина машиниста оборудована системой кондиционирования для летнего времени и отопления для зимнего времени. К сожалению, пристрастного экзамена метропоезд не выдержал. Нередко в ходе его проверки в деле выяснялось, что та или иная доводка требовала либо слишком длительного времени, либо была сопряжена с крупными дополнительными затратами. Поэтому идею метропоезда подкорректировали, задачу разработчикам-электрикам упростили и в сжатые сроки на заводе «Динамо» создали второй состав из вагонов 81720-721, имеющие стандартные коллекторные двигатели и импульсное регулирование тягового привода. У всех вагонов первого состава «Яузы» очень разная судьба. Один из главных вагонов номер 001 стал олицетворением всего проекта «Яуза». В средствах массовой информации публиковались именно его фотографии. Другой вагон из этого состава номер 002 работает в московском депо «Красная Пресня» тренажером пункта восстановительных средств и модернизации для работы на линии не подлежит. В конце 1995 года в московском депо «Красная Пресня» началась обкатка второго, на этот раз трехвагонного состава «Яузы». Испытания состава проводились как в упомянутом выше депо «Красная Пресня», так и в депо «Планерное», а также на замоскворецкой и кольцевой линиях. В 1996 году по результатам испытаний и последовавших доработок отдельных узлов было принято решение о начале опытной эксплуатации поезда с пассажирами. Однако даже для работы на кольцевой линии необходимо было достроить еще три промежуточных вагона для формирования шестивагонного состава. По ряду причин работа над новыми вагонами затянулась. Сроки начала эксплуатации несколько раз переносились. Одной из причин этого стало и решение, что «Яуза» должна работать на самой молодой и наиболее современной по техническому оснащению линии Московского метрополитена – Люблинско-Дмитровской. Изначально поезд планировали запустить к 850-летию Москвы – август-сентябрь 1997 года. Затем сроки были перенесены на февраль 1998 года. И лишь 11 июня 1998 года первый поезд нового поколения, выпущенный у АО «Метровагон МАШ», начал курсировать по Люблинско-Дмитровской линии. Несмотря на то, что по этой линии курсировали семивагонные составы, этот состав состоял из шести вагонов. В отличие от первого опытного состава, второй имел обычные коллекторные двигатели. К сожалению, регулярная работа новых вагонов метро на Люблинско-Дмитровской линии налаживалась с трудом. «Метровагоны» имели большое количество отказов, приводивших к сбоям в движении поездов на линии. Поэтому в 2002 году было решение отказаться от дальнейшего выпуска вагонов 81720-721. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова